Добрый день, уважаемые коллеги! Напишите, пожалуйста, как меня видно, слышно? Все ли на связи у нас? Как у вас погода? Отлично, отлично, супер! Мы с вами здесь собрались сегодня из разных городов для того, чтобы поговорить о таком направлении, как Чехия. Вообще, в целом, Чехия, наверное, одна из первых стран, с которой начинают знакомство многие туристы, именно европейских стран. И она очень удачно расположена, близко, и является достаточно таким интересным направлением с богатой историей и очень демократичной ценой. Именно поэтому данное направление нужно знать обязательно. Ну и, конечно, сегодня я вам расскажу о том, почему это направление стоит бронировать у компании по групп. Сегодня в чате мне... Меня зовут Иванов Максим, я являюсь заместителем руководителя отдела развития компании по групп. В чате мне помогать будет руководитель чешского направления Рома Литвиненко, вы можете его поприветствовать. И задавать все вопросы, которые у вас будут возникать по ходу вебинара. По времени, я думаю, мы с вами уложимся примерно в 45-50 минут. Вот, ну, конечно, о Праге можно говорить очень-очень много и долго, но работать тоже надо, да. Итак, что же предлагает компания по групп? На данном этапе у нас посчитан действительно очень большой ассортимент туров. Есть уникальные программы, эксклюзивные, которые мы с вами сегодня обязательно разберем. И также вам расскажу, чем интересно, да, именно предложение компании по групп. Что у нас есть в ассортименте? Мы делаем как стандартные сити-туры, так и экскурсионные туры по самой стране. Делаем интересные очень программы по Чехии с другими европейскими странами. Ну и, конечно, немножко с вами затронем тему оздоровительного туризма. Это знаменитые Карловы Вара, да, там, ну и курорты, которые у нас предлагают. Что касается полетной программы. Ну, наверное, сложно сейчас сказать, есть ли это у всех туроператоров или нет, но наша компания предлагает блочные авиабилеты на всех прямых рейсах, которые есть у компании ЧАИСА, Уральские авиалинии, Якутия и СССР. Да, то есть все, что есть прямое до Праги из 12 городов, есть в нашей компании на гарантии. Все это вы можете найти в своем личном кабинете, да. Как мы, собственно, летаем до Праги, так и летаем до Карла Вахвара. В режиме онлайна вообще, да, есть возможность выбора большого количества программ. И основное, да, то, что бронируется, конечно, это сити-тура, это экскурсионные туры и оздоровительные туры и лечения. В нашем разделе на сайте, пак.ру, слева, выбрав страну, вы попадете вот в такое меню, которое здесь отображено на слайде, и кликнув по нему, увидите все многообразие и разнообразие данных программ. Что касается вообще направлений Чехии. Я Чехию очень люблю. Направление действительно стоящее для посещения, и оно очень интересно тем, что оно очень многообразно. За Чехию едет в первую очередь, да, это за историей, за старинными зданиями, за тем, что в этой стране есть особая атмосфера и, наверное, такой, ну, некий дух, да, который, когда вы туда приезжаете, вы сразу окунаетесь вот во всю старину, которая там есть, романтику определенную, да, вот, и все это все по действительно очень демократичным ценам возможно сделать. Второе, зачем едут в Чехию, это, конечно, за едой. Я здесь разместил картинку, кстати, кто назовет, как называется это лакомство, получит плюс в карму, да, который идет. Вот, конечно же, едут еще и очень, ну, такой колоритной, интересной едой и пивом, несомненно. Ну, и после того, как вы активно все покушали, поели, да, можно, конечно, съездить полечиться. Знаменитые чешские курорты, оздоровительные, которые с вами мы сегодня затронем, позволяют это сделать по полной программе. Что касается наших сити-туров, наши программы, они рассчитаны на туры, есть от 4 до 10 дней. Если мы говорим о сити-турах, посчитаны они как с программой с авиаперелетом, так и без авиаперелета. То есть вы можете добронировать авиабилеты, если это необходимо, под любую из наших программ. Мы встречаем абсолютно все прямые рейсы, которые есть в Прагу или в Карлову-Вару, да. То есть если туристу нужны какие-то другие билеты или что вы не можете найти у нас в системе подбора, то это можно сделать в индивидуальном порядке абсолютно спокойно. Наша основная идея, да, которой мы придерживаемся при... Да, абсолютно верно, Марина, все правильно. Вот, а основная идея, которой мы придерживаемся в наших экскурсионных турах, да, которые мы делаем, это проживание, да, если мы говорим о сити-турах в городе Прага. И в корзине услуг непосредственно вы можете добронировать вашему туристу абсолютно любую групповую экскурсию, которая есть в нашей компании. То есть когда в корзину, да, вы вместе с выбором рейса, который там предлагается, вместе с выбором питания на борту, это тоже услуга, которую можно забронировать онлайн, как знаете, чехи, чешские авиалинии, например, да, сейчас ушли от понятия питания на борту и предлагают его за дополнительную плату. Они предлагают разное меню, и вот то, что удобно туристам, то, что ему необходимо, вы можете выбрать у нас в режиме онлайн, что очень-очень удобно, и сразу с туристом это проговариваете. Это, во-первых, показывает вашу, ну, скажем так, да, помощь туристу, участие, да, внимание к его заказу, ну и вместе с тем это удобство для него, он сам выбирает то, что ему необходимо. И, конечно же, забронировать дополнительные экскурсии. Вот здесь, да, в режиме онлайна вы видите название экскурсии, день, в который она проходит, и стоимость данной экскурсии на одного человека. Выставив галки необходимые, да, напротив этих программ, вы можете спокойно с туристом вместе собрать ему уникальный тур именно с теми экскурсиями, которые он хочет, а не которые навязаны тем или иным, ну, групповым каким-то маршрутом, да, которые также там часто бывают делают. Напомню, что бронирование данных экскурсий является комиссионной услугой, то есть вы с этого еще и зарабатываете, что очень удобно, поэтому ориентируйте клиента на выбор экскурсий именно заранее, перед поездкой. Это, во-первых, удобно, он сразу планирует бюджет, ну, во-вторых, да, вам с этого предоставляются, ну, определенные бонусы, да, которые идут в размере вашей основной агентской скидки. Итак, сегодня, да, тема нашего вебинара именно «Чем удивить туристов?» и, конечно, не хочется рассказывать о каких-то классических, там, экскурсиях в виде Пражского града, да, которые всем уже известны, туристы, как правило, данное направление посещают не один раз, направление очень возвратное, поэтому им хочется посмотреть что-то новенькое, и они пытаются это новенькое найти где-то на стороне, уже приехав туда и отдыхая, минуя турагентство, и вот, чтобы этого не было, да, я бы вам сегодня хотел рассказать о некоторых, ну, интересных программах, на мой взгляд, да, которые там есть, которые действительно могут удивить. И первая экскурсия из Праги, о которой я хотел бы рассказать в рамках сети-туры, это «Мистическая Прага». Проходит она по таким дням недели, как среда и суббота, вот, продолжительность ее порядка двух часов, она является пешеходной, и цена ее 12 евро на человека, да, это действительно очень экономично, что туристы наши смотрят в рамках этой экскурсионной программы. Ну, вообще Прага, да, с ее готической архитектурой, город очень такой загадочный, и там она, эта страна имеет колоссальную историю с древних времен, и, конечно, мимо нее не проходило ни Средневековья, со всей ее мистикой, призраками, да, големами и прочим. Вот наша экскурсия, которая была намечена с филлером для того, чтобы создать вот эту атмосферу загадочности, мистики, да, как таковой, и наш гид по специальному одеянию с косой встречает туристов и провожает, да, показывает им те улочки, где творилась вся вот эта вот мистика среднеевропейская. Проводят по улицам, где бродит безголовый призрак, по легенде разные, то ли это такой наделавший дел, да, рыцарь, то ли это последний стамплиер, который не захотел уходить из этого города и был казнем, когда были гонения на них. Но, тем не менее, да, на улицах до сих пор или в барах, он, кстати, очень любит пиво, этот призрак, вот, можно встретить его на коне, его сложно не узнать, вот, и голова у него под мышкой. Вот, также можно встретить, а свою голову носит с собой, да, и также можно пройтись по тем улицам, где на чердаке был создан голем, да, бумагами чешскими, по улице, где алхимики пытались получить золото из всего чего угодно, вот, ну, действительно, такая история. Прага немножко с другой стороны и будет интересно, и, кстати, как и детям, да, взрослым, я думаю, там, ну, в 13-14 лет, когда это все уясно, вот, ну, также взрослым, которые уже неоднократно посещали данный город и хотят, чтобы по этому мистическую Прагу обязательно рекомендую, тем более цена у нее очень даже демократичная. Вторую экскурсию, про которую я хотел бы рассказать, это замки. Там, ну, в Чище замков очень много, плюс, учитывая, есть там пограничные территории, куда вывозят, да, вы это тоже прекрасно знаете с разными странами. Ну, и с вами сегодня я бы хотел рассмотреть именно чешские замки. Это чешский Штернберг, который назван в честь семьи, которая его держит сейчас, да, как он принадлежит, и замок Емниш. Они очень не похожи друг на друга, на самом деле, и каждый из них имеет, ну, свою такую изюминговую специфику. Продолжительность этой экскурсии порядка шести часов, заезды в нее по вторникам, да, то есть по вторникам можно туда отправиться. Экскурсия является групповой, комбинированной, то есть пешеходно-автобусная, и ее цена 20 евро. Что касается этих замков, да, которые там идут, ну, вот, что мне кажется, ну, все-таки более таким интересным, наверное, Штернберг, у него очень, он построен, вообще эти замки, они очень-очень старые, да, все это было построено в 13 веке, то есть архитектура создана. Это настоящая, вот, Штернберг, это настоящая готическая крепость. Кстати, интересный такой момент, да, очень много после Второй мировой войны в 1949 году чешским правительством было приватизировано, ну, включая все вот эти вот родовые замки, и это стало государственной собственностью. Но была амнистия, там, 89-й, по-моему, год, да, вот какие-то такие, и некоторые замки были возвращены владельцам, то те, кому они раньше принадлежали, принадлежали вот этим семьям, и они до сих пор там проживают. И вот Штернберг был возвращен, условия амнистии были таковы, что возврат был только тем, кто не содействовал нацистской фашистской Германии, и вот именно он, да, владелец этого замка в свое время спустил с лестницы очередного представителя гестапо, и вот за что ему вернули вот такое гнездо. Замок очень интересный, там хранится, ну, он действительно такой очень харизматичный, и там очень красивая картина, галерея, охотничьи трофеи, ну, все то, что и должно быть, собственно, в замках. И он до сих пор там проживает со всей своей семьей. Третий замок, это замок Емниште, он уже выполнен, наверное, скорее в формате летней резиденции вот такого дворца. Я находил отзывы туристов, которые даже проживали в этом замке, поэтому я думаю, что в индивидуальном порядке, если кто-то захочет, может это запросить. Вот, и этот, так как он именно резиденция, да, такая была, как видите, у него архитектура немножко другая, вот здесь вот он на слайде, да, отмечен, то есть это действительно уже такая иная, иной стиль. Вот, и там очень большое, ну, огромное количество комнат, залы очень элегантные, и внутри такая прям настоящая атмосфера дворца, поэтому тоже рекомендуйте туристам поехать, тем более они находятся недалеко, экскурсии не являются утомительными. Можно, опять же, даже съездить с детьми спокойно, ну, и природа там вокруг очень красивая. У Емништа очень красивый дворцовый комплекс садов и парков, которые вокруг, поэтому там погулять одно удовольствие, тем более, если мы говорим с вами, о летнем сезоне. Экскурсии из Праги, Саксонская, Швейцария. В Швейцарии там нет, да, это едут у нас туристы в Германию, 9 часов вся экскурсия, понедельник и четверг заезды, она является комбинированной, пешно-пешеходная, стоит порядка 27 евро. Что в этой экскурсии очень полезно для тех, кто посмотрел замки и немножко устал от архитектуры, да, проживая в Праге, хочет каких-то просторов, хочет природной красоты, то эта экскурсия однозначно стоит для сечения. Находится она, этот парк, он является национальным заповедником. Там присоединяющий рост вида открывается с моста, который был построен на высоте примерно 75-78 метров. Вот здесь вы его на слайде видите. То есть в этой экскурсии, вот в этом национальном заповеднике вы смотрите и заполните ленту в Инстаграме, там можно однозначно. Но она, именно эта экскурсия, больше такого природного характера, это горный массив Бастай называется, но и также заезжаете в один из замков, это Кёнингштайн, по-моему, называется немецкий, да, замок германский. Ну и, собственно, путешествие у вас идет пешеходное по национальному парку. Поэтому для тех, кто устал, да, от архитектуры и хочет природы, пожалуйста, саксонская Швейцария, отличная для этого экскурсия. Еще одна, да, из интересных, на мой взгляд, экскурсионных программ, которая выполняется из Праги, тоже, можно сказать, на целый день, 10-часовая экскурсия, проводится по средам и воскресеньям, она также комбинированная, стоимость ее составляет 30 евро, это, опять же, замки. Просто эти замки находятся дальше, поэтому, ну и стоимость, да, как видите, продолжительность побольше. Замки Южной Чехии, глубоко над Волтавой, и Орлик, Орлик, да, который идет. Как вы видите, здесь уже, ну, немножко другая стилистика замка. И вот, например, над Волтавой, да, который экскурсии, замок идет, его называют чешским пинстером. Это тот самый замок, он, когда перестраивался, да, их часто перестраивают все-таки, вот, он был скопирован из знаменитого пинстерского замка, который там идет, то есть архитектор был вдохновлен именно им. Также, да, все эти замки построены там, 12-е, 13-е, 14-е века, то есть история там действительно есть, сохранена вся стилистика этих замков, вот, вот, все наполнение, которое там идет. Поэтому для тех, кто увлекается историей средневековым, это тоже обязательно для посещения. Еще это, вот, если мы говорим о над Волтавой замком, это вот на этом слайде, и также очень интересный замок Орлик, который идет. Вот, он интересен тем, что раньше мимо этого замка проходил путь, за который надо было платить дань, переходили по воду вот эту реку, поэтому замок был очень-очень богатый. Это, он находится на возвышении, в Орликское водохранилище, на реке Волтаве. То есть именно там он идет. Этот замок уже помоложе, да, он был построен примерно, ну, в районе 15-го века, и вообще у этого замка тоже очень богатая история, то есть там он постоянно перестраивался, но все-таки такой, да, основной его вид был где-то в 1575 году. Он приобрел, ну, и до сих пор вот сохранился. Тоже фотографии очень хорошие, история у него очень интересная, поэтому крайне рекомендую посещение. Ну, и одна из новинок этого сезона, да, эта экскурсия раньше крайне редко встречалась в программах из Праги, это Регенсбург. Это тоже город, куда, в Баварский город, экскурсия уже 13 часов, да, тоже групповая, комбинированная. Одна из, ну, вот она по бюджету, наверное, самая дорогая, получается, 55 евро, но смотрит там очень много в рамках этой экскурсионной программы, приезжает в этот город, который насчитывает, да, уже 1800-летняя история у него, но действительно это того стоит, то есть в обязательном порядке туда нужно съездить, для тех, кто, знаете, как коллекционирует наследие ЮНЕСКО, оно, конечно, в Европе очень много где представлено, но вот здесь целый город, да, был внесен в это наследие, то есть он сохраняет свой, вот, изначально исторический вид, там есть возможность прокатиться на кораблике, смотрят они кафедральный собор знаменитый, который вот здесь вот расположен на этом слайде, собор Святого Петра, смотрят капеллу, старая капелла Пресвятой Богородицы, смотрят Ратушу, то есть здесь вот основные достопримечательности этого города отмечены, и для тех, кому интересна история не только пражская, но и другие государства, то есть welcome, пожалуйста, экскурсия тоже есть, но вот уже 13 часов, то есть для тех клиентов, которые едут либо без маленьких детей, да, ну, либо как бы готовы, понимаете, к длительным автобусным переездам. Вот, это что касается, ну, и, конечно, кроме этого, там огромное количество других программ, всего у нас представлено их порядка 16, цены начинаются от 9 евро на человека, поэтому выбрать есть из чего. Также, вот это у нас на летний период не посчитано, но для вас, да, для наших слушателей выбора, есть тоже такое большое преимущество, вы будете знать об этой программе. Знакомство с Чехией. Здесь уже подразумевается проживание не только, точнее, не только в Праге, но уже со включенными, большим количеством включенных туда экскурсий, то есть 12 городов они посещают за период этой экскурсионной программы, которая есть на 5, на 7, на 8 дней можно посчитать, заезды со СССР по пятницу там идут, и стартовая цена на эту программу от 354 евро с авиабилетами из Москвы. И вы ее на лето не найдете в онлайне, но если у вас есть группа или большая семья, им будет гораздо выгоднее и интереснее забронировать, который хочет посетить разные города, которые не включаются в групповых экскурсиях, которые являются достаточно редкими, но при этом не менее интересные, чем топовые, заезженные же места чешские, то я рекомендую вот эту программку, вы можете ознакомиться, запросив у нас, какие именно города они посещают, сейчас мы на этом останавливаться не будем, и мы можем это делать персонально для групп. Данная экскурсионная программа является экскурсивом компании по группе, и поэтому кроме как у нас, вы ее больше нигде не найдете. Вот такая небольшая интрига на чешском рынке, поэтому если у вас есть действительно группа школьников, если у вас есть большая семья или группа туристов, которые хотят что-то нового и необычного, и при этом хочет уместить в какой-то такой бюджет небольшой, то эта программа им будет очень-очень интересной. Обязательно заходите и спрашивайте. Здесь у нас основные города, которые посещают, это Карловы Увары, Чешский Крумлов, Бурно, Аламоут, Скутна, Гора и Праг. Как вы видите, многие из них и являются основными, то есть посмотрят всю Чехию, но в рамках этих экскурсий они еще заезжают в такие местечки, которые редко где встретишь. И даже туристы, которые были неоднократны в данном направлении, им будет это очень-очень интересно. Очень часто, кстати, по Праге поступают такие запросы, ну, удивите чем-то, да, что-то новенькое, дайте, вот, знакомство с Чехией, это ответ на вопросы туристов. Мы с вами переходим к Чехии и другие страны. Вообще, в рамках наших групповых экскурсионных программ мы комбинируем Чехию с Францией, с Германией, с Австрией и с Австрией и Венгрией, да, то есть Париж, Мюнхен, Вена, Вена и Бедапешт, это наши групповые программы. Здесь тоже не обошлось без новинок и эксклюзивов, я вам о нем тоже расскажу. Как касается наших программ, мы рассмотрим сегодня с вами две, это Прага и Париж. Они посчитаны на компоновке 8, 10 или 11 дней, заезды идут ежедневные. И у туристов вместе с проживанием в Париже идет еще и обзорная экскурсия по Парижам. Приезжают в Прагу, у них есть свободное время, где они могут заказать дополнительные экскурсии, вот, и посмотреть сам город. Потом у них ночной переезд на автобусе в Париж, проживание Парижа в отеле категории 3 звезды и обзорная экскурсия по городу, и выезд обратно тоже на ночном автобусе. Приезжают они обратно в Прагу и остаются там на то количество дней, которые им необходимы, либо сразу на следующий день улетают обратно. То есть программа, да, позволяет посмотреть две страны, два города очень известных, и бюджет там очень демократичный. Но самое главное, да, в этой программе обратите внимание на переезды, вот, они достаточно длительные, но для тех туристов, кто не первый раз путешествует на автобусных турах по Европе, это не будет какой-то проблемой. В рамках Парижской экскурсии они смотрят, конечно же, основные достопримечательности французской столицы. Вот, там, да, в групповой экскурсии с гидом есть, также можно, да, заказать, если необходимо, отдельную экскурсию. Вторая из программ комбинированных у нас есть, это Прага, Вена, Будапешт. В рамках этой экскурсионной программы у нас посчитаны туры на 6, 8 или 10 дней. Здесь подразумевается проживание в Будапеште, а Вена у нас идет проездом. Там тоже есть ночные переезды, тоже на это обратите обязательно внимание. Вот, и Вена, она экскурсия идет без проживания в этом городе. И здесь также, да, программы, из-за того, что они на разное количество дней посчитаны, вот, тоже можно остаться в Праге еще на несколько дней и забронировать те экскурсии, которые необходимы, опять же, в режиме онлайна. Пожалуйста, это все возможно. Еще из новинок, о которых я хотел бы сказать, программа, которая скоро появится у нас на сайте, всего будет 3 даты заезда. Одна дата в августе, одна в сентябре, одна в октябре, где подразумевается проживание, да, не только в Праге, но и в Вене, и в Будапеште. То есть она отличается от первой программы именно тем, что есть проживание в Вене. Как вы видите, программа 8-дневная, по ночам не сходится у вас сейчас. Это потому, что есть, опять же, ночные переезды. Программа будет посчитана на базе 3-х звезд и на базе завтраков. Кстати, Прага-Вена-Будапешт, которая, да, групповая сейчас уже есть в онлайне, там в Праге возможно проживание как в 3-х, так и в 4-х звездах. Это тоже все доступно. Прага-Вена-Будапешт, если у вас уже будет интерес у клиентов, которые хотят пожить в Вене, то вы уже можете нам присылать запросы. То есть считаем, все вам расскажем, покажем. Что касается оздоровительных туров и лечения, которые являются неотъемлемой частью вообще пражского отдыха, да, как такового, наша отличительная особенность тем, что мы летаем, во-первых, как до Праги, так и до Карловых Вар. И здесь, да, важен такой момент, что мы оказываем услугу группового трансфера до всех, вы видите на слайде, даже если там будет один человек. То есть туристам не нужно переплачивать за индивидуальные трансферы, вот, и при этом у нас уже посчитаны пакетные программы, как в топ, да, курорты Карлова, Вары, Марианские, Лазны, так и в такие санаторные, да, курорты, которые не являются, наверное, топом, но при этом тоже имеют очень интересную, ну, во-первых, лечебную базу, ну, и во-вторых, мы можем вас, если туристы хотят как-то изменить свой тип отдыха и поехать во что-то иное и новенькое, то у нас тоже такие варианты есть. То есть у нас посчитаны групповые программы в Кудебраде, в Теплице, в Афрантишковой Лазны и, конечно же, в Яркино. То есть везде мы оказываем услуги группового трансфера. Вот, что касается полетной программы в режиме онлайна, вы можете выбрать в зависимости от дня недели как, собственно, полетку до Праги с трансфером, так и полетную программу до Карлова-Хварт также с групповыми трансферами. Вот на этом слайде, можете его сфотографировать, да, то есть можете себе сохранить вот такую таблицу, где показываем, как лучше туристам и с кем отдыхать, как курорта выбирать, да, собственно, санаторий, потому что их действительно очень много, у каждого свой профиль лечения, и мы бы хотели, чтобы вам было удобнее, да, все-таки показывать туристам, ну, вот в схематичном виде, какой из курортов ему больше всего подходит. То есть есть, например, да, такие вещи, как крайне редкие для лечения, там, та же гинекология, которая есть в Афрантишковых Лазнах, вот, ну, нервную систему, обменные вещества у нас лечат везде, вот, и вообще мы здесь еще после, такой, знаете, как ресурс основной, чем же там лечат, это последняя колонка природной лечения, то есть где уколы СО2, где идут минералы, где идут грязь. Также на слайде вы видите, что здесь отмечен маленький человечек и большой человечек. Это подразумевает, что на эти курорты можно ехать отдыхать и с детьми в том числе, ну, и с курорта, где мы не рекомендуем отдых с детьми, например, тот же Яхимов, да, который, основной профиль лечения, который является тот же самый РАДО. Вот, здесь, да, в рамках данного вебинара мы с вами не будем углубляться в лечебные именно курорты, потому что это, ну, действительно отдельный вебинар, по каждому из них нужно проводить, но основные такие вещи хотелось бы отметить. В Карловых Варах, где у нас очень сильные позиции, у нас большое количество гарантированных вариантов размещения, полетная программа, групповые трансферы, да, мы предлагаем различные варианты по проживанию, и три, и четыре, и пять звезд, и отели Dependence, которые не имеют своей собственной лечебной базы, то есть это все у нас есть, и мы, на самом деле, по этим, по всем курортам, что-то тоже не ухаживаем, у нас в прошлом году была лечебная, точнее, да, в прошлом году была лечебная академия, мы очень удачно их все посмотрели, отметили себе, вот, что где есть, поэтому специалисты у нас очень грамотные, очень хорошие, они обязательно вас ориентируют, подскажут, что, как, где. Также, если у вас есть сомнения по санаторному курортному лечению для ваших туристов, мы можем, вы можете у них запросить, например, врачебную выписку, или копию их медицинской карты, прислать ее нам, и мы вам подскажем не только курорт, но и отель, где лучше всего лечить то или иное заболевание, или если туристам нужно, например, восстановиться после какой-то травмы или операции, то есть это мы тоже обязательно все вам расскажем, покажем. По поводу Карловых Вар, основной профиль лечения у них идет пищеварение, огнем веществ, нервная система, но я думаю, вам, как специалистам, особо рассказывать не нужно, вы это все прекрасно знаете, и про их историю, и их возможности. Курорт, который является нетипичным, да, это курорт Теплица, обмен веществ и нервная система, в основном проходит там лечение, очень интересный город с такой тоже особенной архитектурой, он маленький, небольшой, для спокойного отдыха, и здесь у нас полетная программа и трансферы посчитаны только от курорта Аки, Карловых Вар, он все-таки далековато находится, и везде у нас, да, опять же, предлагаются услуги по сопровождению. Еще один из курортов, который тоже, да, редко пользуется популярностью, это Подебрады, и у него, обратите внимание, есть профиль, да, это кровообращение. Очень мало какие из курортов вообще являются лечебными для данного заболевания, вот, заболевания крови, да, которые идут, поэтому тоже обязательно вашим туристам рекомендуйте, и помните, что такие курорты есть. Вот, и, касается полетной программы, то Подебрады у нас идут как через Прагу, так и через Карлова Вара. Более подробно о всех лечебных курортах, если хотите, вы можете нам набрать, мы вам обязательно расскажем, к сожалению, не в рамках данного вебинара. Что касается компании по групп и наших основных моментов по работе с агентствами, мы по-прежнему придерживаемся политики минимальной стартовой агентской скидки в размере 10%, максимально у нас идет 12% и шаг по полпроцента. Если вы бронируете услуги в системе Пакворлд, это наша система, где можно забронировать как авиаперелет, отель, аренду автомобилей, все что угодно и собрать индивидуальный тур, там комиссионное вознаграждение является до 15% возможно. Что касается промо-тарифов, у нас в наших компаниях не существует, все, что вы видите у нас в онлайне, идет с вашей основной комиссией. У нас очень большое количество филиалов, в том числе и в регионах, Беларуси, Казахстан, Украина и России, конечно же, всего у нас 25 офисов, поэтому проблем с визовой поддержкой, поддержкой документов, работ в вашем часовом поясе, с этим у нас у агентов проблем нету никаких. Ну и, конечно, мы проводим всевозможные обучающие мероприятия, вывозные академии, поэтому все это в нашей компании возможно. Мы про Чехию можем говорить с абсолютной уверенностью, что мы ее знаем, не просто так, мы получили большое количество премий, продолжаем их получать, последние, в 2017 году. В 2017 году у нас был прорыв года от чешских авиалиний, и золотой туроператор в 2017 году мы получили от них в таких городах, как Казань, Самара и Уфа. Поэтому мы действительно можем об этом говорить, именно с точки зрения профессионала и специалиста. Ну и продолжаем взаимодействие группы чешского направления. Хочется отметить о том, что у нас вылеты являются ежедневными, большой выборовые компании, широкая полетная программа из разных городов, продукт для любого типа клиента, то есть хочет сети тур, пожалуйста, есть возможность экскурсионных программ в стране или комбинированные с другими европейскими странами. Продукт у нас подходит всем, в том числе и тем, кто хочет полечиться, мы это все предлагаем. Мы работаем только с проверенными партнерами, которые тоже нас очень любят и уважают, и всячески стараются помочь нашим клиентам, если вдруг у них что-то происходит, или просто оказать сервисы, которые у них есть. Ну и количество экскурсионных программ, как вы видите, у нас очень большое, включая эксклюзивные уникальные программы. Ну и в окончании нашего вебинара хочется сказать, что Чехию бронировать нужно обязательно, я уверен, что вы это делаете регулярно. Ну и, конечно, бронировать Чехию через компанию по группам. Желаю вам удачных продаж в этом сезоне, хорошего вам дня, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...